Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и буквально пару минут назад выложили новость по поводу того, что событию клановый вызов, ну а все мы его называем клановый ивент, все-таки быть. Оно будет проходить с 4 по 18 сентября, сейчас со всем разберемся, ну а более подробно будем разбираться само собой 4 числа, когда сам ивент стартанет, потому что у меня остались все-таки не закрытые вопросы по данному ивенту. Итак, давайте начнем с того, что мы получаем. Изначально все говорили по поводу 50 ТП прототипа и Риттера, но еще разработчики добавили сюда ПТ-шку 7 уровня, премиумная машина Super Hellcat. Мне лично Super Hellcat очень нравится, веселая классная ПТ-шка, играется как легкий танк, короче говоря, все очень супер, особенно если рассматривать его как халяву. Да и плюс к тому, если вы опуститесь вниз по новости, то обратите внимание, что можно получить некислую компенсацию. Целых 5 тысяч за 50 ТП прототип, миллион 900 тысяч за Super Hellcat и Риттер тоже оценили в пятерку. А вот здесь возникает вопрос, потому что недавно я уже наступил на грабли в отношении валюты компенсации, выслушал огромное количество гадостей и много раз оправдывался и пытался объясниться. Здесь не написано какая валюта, но я осмелюсь предположить, что навряд ли вам за Super Hellcat дадут миллион 900 голды, ну а 50 ТП прототип и Риттера навряд ли оценили в 5 тысяч серебром. Поэтому скорее всего наоборот, 5 тысяч голды и 5 тысяч голды за Риттера и за 50 ТП прототипа и все-таки миллион 900 тысяч серебра. Хотя пишите свое мнение по поводу того, может я в очередной раз в чем-то ошибаюсь. Что касается того, что необходимо будет делать. Необходимо будет играть в составе своего клана и желательно играть в составе взвода со своим совзводным. Почему именно так? Потому что для того, чтобы забрать себе Super Hellcat и прототипа, вам необходимо будет выполнять клановые боевые задачи. По одному боевому трофею вы будете получать за одну ежедневную клановую боевую задачу. Напомню, у нас их там 3, всего событие будет длиться 2 недели, это грубо говоря 14 дней. Короче говоря, я посчитал, у меня получилось, что выполняя каждый день все каждодневные боевые задачи клана, вы будете зарабатывать для себя и для клана соответственно 42 боевых трофея. Плюс по 10 боевых трофеев за каждую недельную задачу, а значит за неделю 2 раза это 20 боевых трофеев. И умножаем на 2, то есть на 2 недели, получается 40 боевых трофеев, того уже 82 боевых трофея. И 10 боевых трофеев за каждый закрытый этап недельного прогресса клана. И если ваш клан будет выполнять все боевые задачи и вы закроете полностью всю неделю, то соответственно за неделю заберете целых 100 боевых трофеев, а за 2 недели вы заберете 200 боевых трофеев. Вопросы, на которые у меня на данный момент нет ответа, но мне это очень сильно интересно. По поводу того, когда будет проходить событие. Как вы видите, событие будет проходить с 14.00 по ЦЕСТ с 4 сентября и по 18 сентября 14.00 ЦЕСТ. То есть получается, вы сможете себе забрать боевые вот эти вот все трофеи и соответственно обменивать их. Но, первый вопрос, который у меня возникает. Ровно в 14.00 по ЦЕСТ обновляются боевые задачи. Вы получаете свои награды, но в то же время, ребят, эти боевые награды надо использовать в рамках данного игрового события, но оно заканчивается в 14.00. То есть получается, мы заберем эти трофеи, но вложить их не сможем. Или может мы все-таки сможем их обменять в магазине. Это первый вопрос, который у меня возник, потому что, ребят, вот в процессе прохождения, по-моему, уже закрыли ретро-топию, к сожалению. С ретро-топией была такая же беда. За последнюю боевую неделю ребята собрали киткоины, но не смогли их никуда вложить, к сожалению, потому что данное игровое событие закончилось. Я буду общаться с разработчиками на данную тему в отношении этих клановых ивентов, а точнее конкретно этого кланового ивента, в отношении того, можно ли будет заработанные боевые трофеи все-таки потратить после 14.00 по ЦЕСТ 18 сентября. Потому что в другом случае логика теряется. Плюс к тому, ребят, мне все-таки не удалось найти ответа на вопрос, а сколько всего необходимо будет собрать каждому из нас боевых трофеев для того, чтобы собрать данные машины. Короче говоря, вопросы есть, и как только я получу ответы на данные вопросы, я обязательно выложу уточняющее видео у себя на канале, поэтому подписывайтесь прямо сейчас. Обязательно жмите на колокольчик и убедитесь, что у вас вот так открыты все уведомления с моего канала. Ребят, я стараюсь быть полезным и стараюсь специально для вас. Ну а что касается риттера, то здесь все очень-очень туго. Дело в том, что для того, чтобы забрать себе риттера, вам необходимо будет играть взводами, вам необходимо будет задерживать победы. И есть десятка лидеров, говорили, что будет только один клан, который заберет риттера, но я изначально говорил по поводу того, что будет топ-10 кланов, которые заберут себе данную машину. Так вот, ребят, данную машину заберут себе 10 кланов, которые соберут наибольшее количество побед в составе кланового взвода. Короче говоря, данная информация будет публиковаться периодически в новостной ленте игры, и все мы там сможем смотреть, кто из кланов сейчас находится в первой десятке, кто вылетел, кто туда добавился. Короче, мы сможем самостоятельно себя отслеживать. Я побежал задавать вопросы разработчикам, те, которые не смог, не смог разрулить самостоятельно, а точнее найти на них ответы, и, как я уже сказал, как только у меня ответы будут, я сразу с вами ими поделюсь. Мира вам, друзья мои, победа, обязательно забрать себе максимум наград и обязательно спокойствие. До встречи на вечернем стриме, который состоится сегодня в 19.00 по ЦЕСТ, в рамках великолепного, как мне кажется, события, пускай и не настолько жирного по подаркам, как казалось на первый взгляд, но все же я планирую пройти квест от Мэгадис. Приходите на прямую трансляцию, вместе повеселимся, ну и пообщаемся. Мира вам, друзья мои, обязательно спокойствие, по-моему, я это уже говорил, но говорю это второй раз и искренне. Всего хорошего.